Сегодня мы переключим наше внимание на северную столицу нашей страны. Итак, Санкт-Петербург. Начнем мы наше путешествие с Зимнего дворца. Зимний дворец – парадная резиденция дома Романовых, построена в середине 18 века в Санкт-Петербурге по приказу императрицы Елизаветы. Эффектное барочное здание стало первым в комплексе строений, образующих современный Эрмитаж. Главный фасад Зимнего дворца выходит на Дворцовую площадь, самую посещаемую достопримечательность северной столицы. Императрица Елизавета, желая превзойти роскошь дворцов европейских монархов, приказала обероархитектору Бартоломео Растрелли построить грандиозное здание в центре Санкт-Петербурга. В 1754 году проект Зимнего дворца, выдержанный в пышном барочном стиле, был утвержден. В дальнейшем в него внесли некоторые изменения, приближавшие барочные вольности к строгим стандартам классицизма. Масштабное строительство не было завершено в царствовании Елизаветы, и первой полновластной хозяйкой Зимнего дворца стала только Екатерина II. При ней продолжались работы по обустройству внутренних помещений. Так был оформлен Большой тронный зал, известный как Георгиевский. С 1764 года Екатерина начала собирать коллекцию живописи Эрмитажа и заказывать архитекторам строительство дополнительных зданий в непосредственной близости от Зимнего дворца. В дальнейшем они будут объединены системой переходов в дворцовый комплекс. При Николае I работа над интерьерами Зимнего дворца была продолжена. В 1837 году из-за неисправности дымохода в здании произошел страшный пожар, уничтоживший историческое убранство залов. Проекты Кварнеги, Русси, Монферрана. Кроме того, необходимо было оборудовать юго-западное крыло второго этажа под покои собиравшегося жениться наследника престола Александра II. Большинство работы этого периода выполнено Василием Стасовым или Александром Брюловым. В 1904 году при Николае II Зимний дворец уступил право называться императорской резиденцией Александровскому дворцу в Царском селе. Здание продолжало использоваться в музейных целях. С началом Первой мировой войны часть коллекции была вывезена в Москву, а просторные залы отдали под госпитали. После Февральской революции Зимний дворец стал местом заседания Временного правительства, именно здесь, в Малой столовой на втором этаже, во время Октябрьского переворота были арестованы его министры. Через неделю все коллекции были объявлены государственной собственностью и Зимний дворец официально стал частью музейного комплекса Эрмитаж. Во время Второй мировой войны все коллекции были эвакуированы на Урал. С осени 1945 года Зимний дворец в Санкт-Петербурге принимает посетителей в обычном режиме. Сейчас здесь хранятся археологические собрания, работы художников и скульпторов, произведения декоративно-прикладного искусства стран Азии, Англии и Франции. В настоящее время музей Эрмитаж считается вторым в мире по величине, включая 6 зданий из 365 залов. Коллекция состоит почти из трех миллионов экспонатов, начиная от древнего мира и заканчивая нашим временем. Среди шедевров музея Мадонна Леонардо да Винчи, полотна Джорджоне, Рембрандта, Тициана, Веронезе и многих других знаменитых мастеров. Елизавета настаивала на том, что высота зимнего дворца должна составлять 22 метра, а размеры для Санкт-Петербурга беспрецедентные. В результате здание превысило заданную планку на еще полтора метра. Фасад, обращенный к Неве, вытянут на 210 метров, адмиралтейская сторона чуть короче – 175 метров. Впоследствии Николай I позаботился о том, чтобы в столице не появлялось конкурентов дворцу, ограничив высоту новых зданий. Всего в зимнем дворце было более тысячи помещений для официальных церемоний, для хранения коллекций, личные покои императора и наследников престола, их свиты и огромное количество подсобных помещений для обслуживания нужд проживающих здесь людей. За один раз рассмотреть все залы зимнего дворца крайне затруднительно, поэтому туристам следует заранее продумывать свои маршруты. На первом этаже представлены археологические коллекции, собранные со всех уголков бывшего Советского Союза. С архитектурной точки зрения интересны апартаменты дочери Николая I, расположены в крыле, выходящем на него. На втором этаже расположены залы, ставшие визитной карточкой зимнего дворца. Это тронный, большой и петровский, частные помещения членов императорской семьи, в которых экспонируются предметы западноевропейского искусства. Третий этаж посвящен Азии. За годы своего существования Санкт-Петербург пережил многое – пожары, революции, войны, но при этом смог не потерять своего шарма прошлых столетий. Город, где искали и находили вдохновение известные писатели, художники и скульпторы, до сих пор поражают воображение и даруют творческие порывы не только людям искусства, но и ценителям прекрасного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok